Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Дементьев Антон. Я являюсь лидером проекта московского отделения PMI. Спикером нашего вебинара выступает директор-основатель консалтинговой фирмы Project Management Consulting and Education International Александр Костанян. Он также является старшим консультантом по проектному менеджменту в Министерстве генерального прокурора в Торонто. Вебинар посвящен опыту создания и функционирования проектного офиса в госструктуре Канады. По окончанию нашего вебинара у каждого будет возможность задать вопросы или написать их в чат. На этом я заканчиваю и передаю слово Александру. Спасибо, Антон. Здравствуйте. Все добрый вечер. У нас все еще доброе утро. Тема сегодняшнего вебинара – создание, роль и структура проектных офисов в органах власти. И начну я прежде всего. Скажу пару слов о себе. Но все хорошо меня слышат. Я надеюсь, все слышно, видно? Так, в чате написано, что слышно. Отлично. Тогда начнем. Пару слов о себе. Так же, как и большинство, думаю, из вас, я сертифицирован в проектном менеджменте. На данный момент я работаю в Министерстве генерального прокурора в Канадской провинции Онтарио. Занимаюсь многими вещами, в том числе поддержкой других проектных менеджеров, более младших, проектных менеджеров в ведении их проектов, коучингом коллег других отделений, в министерстве, менторством, интернов и новых членов команды. Но и, конечно же, у меня есть свои отдельные проекты, которые я веду сам. В частности, на данный момент, это проекты по семейному праву из портфолио онлайн-клеймов, то есть онлайн-иски. Более обобщенно это можно назвать как разводы онлайн. Занимался цифровой системой судебных заседаний, которые мы пытались исключить применение бумаги в судебном процессе. И сейчас мне вот совсем недавно передали все портфолио онлайн, по онлайн-искам, то есть это семейное и гражданское право. Работаю в Канаде, работал во Франции, в Валканских странах и занимаюсь консалтингом, как Антон меня представил. Представляю компанию Project Management Consulting and Education International. И проекты консультирования у меня проводились в России, в Казахстане, на Украине, в Грузии, в Армении, в той стране СНГ. Краткий обзор, о чем я буду сегодня говорить. Ну, во-первых, я хочу поставить как бы все это в контекст, то есть будет немножечко контекстной информации. Расскажу пару слов о стране, об Антарио, о министерстве, чтобы это лучше представлялось. Расскажу о создании проектного офиса, потом мы поговорим о структуре и полномочиях ответственности проектного офиса в матричной организации и поговорим о том, как эта новая структура, она внедрялась в уже существующую систему принятия решений и контроля над финансами. Поговорим на насущные темы о выборе проектных технологий и, конечно, затронем выбор между Agile и Waterfall. И в конце оставим время на вопросы. Вопросы можно писать в чат, и в конце я на них отвечу. Или можно голосом, я думаю, тоже, если получится. Итак, контекст. Буквально пару слов о Канаде, об Антарио, о министерстве. И да, вот некоторые слайды, как вы видите, закрались фотографии тоже контекстные, чтобы, наверное, разбавить официальный тон. По ним тоже можете задавать вопросы. В частности, вот это, это видно центральную часть Торонто со стороны озера Антарио. И там башня, видно, это башня Сиэн Таура. Она под 2007 год была самым высоким, свободно стоящим сооружением в мире, чуть выше полкилометра. Сейчас, по-моему, уже на 10-м месте. Итак, Канада – это конституционная монархия. Канада, главой государства является королева Елизавета II. А страна состоит из 10 провинций и 3 территорий. Полномочия между провинциями и федеральным центром, они разграничиваются, потому что этим уровнем разделяется, описано это все в Конституции Канады. И вот несколько примеров. Например, федеральный центр, то есть страна Канада, она отвечает за внешнюю политику, оборону, уголовное право. Допустим, провинции, они более приземленные функции, которые ближе к населению. Это здравоохранение, образование, гражданское право. И вот что нам в моем контексте важно – это управление системой правосудия. Но, правда, есть еще совместные полномочия, такие как иммиграция и сельское хозяйство. За них отвечают оба уровня, и федералы, и провинции. Провинция Онтарио. Население 14 миллионов – это чуть меньше половины всего населения Канады. Примерно территория в миллион квадратных километров, 11% всей территории. Это примерно как Франция и Германия вместе взяты. Работает в правительстве, в котором, кстати, 24 министерства на сегодняшний день, работает порядка 60 тысяч человек. И фотография тут – Ниагарский водопад. Он находится между двумя городами с одинаковым названием – Niagara Falls, что в переводе означает «Ниагарский водопад» только один город в американском штате Нью-Йорк, а другой город в канадской провинции Антария. Так что, если будете в наших краях, учтите, что видно водопад лучше с канадской стороны. Итак, министерство генерального прокурора. Основная функция – это оказание услуг населения в области правосудия. Во-первых, это выступать в качестве государственного обвинителя в уголовных делах. Все юристы, которые работают в министерствах, они формально работают на это одно министерство, хоть и они прикомандированы к разным отделам и министерствам. И мы занимаемся координацией администрации работы 250 судов. То есть в это входит абсолютно все, начиная от администрации здания, найм работников и перевозка заключенных. То есть абсолютно все на министерстве генерального прокурора. И в том числе, опять-таки в моем контексте это важно, в мандат министерства записана модернизация системы правосудия и предоставление более доступных, адаптивных и простых в использовании услуг населению. В следующей секции я расскажу о том, в каких условиях создавался проектный офис и как мы видели, какими мы видели основные факторы успеха для его создания. Ну, во-первых, надо посмотреть, в каких это было, создавалось условия. Люди привыкли к высокому уровню цифровых услуг. Амазон, Uber, Airbnb, все встречи, это видеоконференции. То есть нет сферы, которые бы не затронула цифровая трансформация. Естественно, у населения появились требования к уровню услуг, оказываемых в государстве, и эти требования довольно-таки высокие были. А другое условие было в том, что много участников судебного процесса не имеют адвоката, то есть они не представлены юридически, они сами себя представляют в суде. И, соответственно, для них нужно было создать такие условия, в которых они бы понимали что, понимали как, чувствовали бы себя более-менее уютно, и не теряли из-за того, что не могут себе позволить, или не хотят нанять адвоката, не теряли доступ к правосудию, который тоже закреплен в Конституции. Задачи и цели многих проектов, они не заработать деньги, то есть инвестиции не вкладывались для того, чтобы получить больше обратно денег, а для того, чтобы опять-таки создать какие-то условия, более условия доступа к правосудию для населения. То есть мы их называем социальными. Это и хорошо, и плохо. Плохо в том, что немножко сложно измерять успех, но, с другой стороны, это доброе дело, и оно, как я уже сказал, было записано в мандате нашего министерства. Консервативные традиции и высокая инерционность, тут никаких обвинений, инерционность, она присуща любой бюрократии, это как бы ее защитный механизм, но это условия, в котором пришлось работать. Обычно госслужащие не любят принимать решения в одиночку, решения принимаются коллективно. Основной инструмент – это заседание, и в результате решения принимаются очень медленно. Надо еще учесть тот фактор, что очень часто меняется законодательство, тем более у нас действует прецедентное право, то есть одно решение одного суда может повлечь за собой эффект домино изменений в законодательстве, и на это все надо очень быстро реагировать. И, соответственно, все эти изменения, они происходят без остановки оказания основных услуг, то есть самолет заправляется в воздухе без посадки. Факторы успеха, что тогда нам казалось, что очень важно для того, чтобы это начинание было успешным, конечно же, поддержка и политическая воля руководства. Финансы. Очень важно, чтобы финансово проектный офис был бы независим от остальной части министерства. Кадры решают все, то есть хороший, агрессивный рекрутинг на им сотрудников, которые обладают всеми теми навыками и знаниями, которые нам необходимы. Все три фактора должны, три актива комплементарных должны быть, это люди, процессы, и должна быть создана деловая среда. Постоянное сотрудничество со всеми стейкхолдерами. И не будучи идеалистами, мы решили применять гибкие подходы, то есть корпоративная культура, она сразу в один день или в месяц, или даже в год не меняется. Надо смириться с тем, что эти изменения могут, будут и должны происходить постепенно. Учитывать и уважать многообразие мнений. И как раз пытаться на этом многообразии что-то построить, а не видеть это как источник конфликта. Менеджмент изменений не только по отношению к проектам, но и то, что творится внутри проектного офиса, каждое изменение должно так же менеджиться, как и мы работаем с нашими проектами. Открытое обсуждение всех вопросов. Тут, думаю, все ясно. Вот только могу добавить, что, скажем, в офисах нет дверей, нет окон, нет даже стеклянных дверей. То есть абсолютно все вопросы, кроме самых каких-то там HR или докладов связанных, абсолютно все они обсуждаются открыто. И общая система руководства проектами, о ней я чуть попозже, когда буду говорить о методологии. В следующей секции я расскажу о примере структуры конкретного проектного офиса и об основных принципах его создания. Тут на фотографии здание, которое в центре похоже на НЛО, это Мэрия Торонто. И чтобы показать, как суды важны, и Министерство генерального прокурора, на этой фотографии я вижу как минимум четыре здания, в которых есть суды. И они все только в центре. Так, структура. Начнем с того, что такое модернизация. Мы это видим как такую вот пирамиду, на вершине которой находятся инновации. Инновации, потому что в основе модернизации лежит именно инновационный подход. Но на инновациях далеко не пойдешь, не уйдешь без проектов. Поэтому прямо под инновациями лежат проекты. А проекты – это с одной стороны улучшение существующих и дизайн новых процессов, а с другой изменение того, как мы работаем, как мы ведем бизнес. И вот именно вот эта вот пирамида, эта философия легла в основу создания группы по модернизации, и поэтому структура тоже отлично садится на эту пирамиду. Вот эти три структуры вместе, на нижнем уровне, они образуют инновационный офис, так называется подразделение Министерства. И как показал опыт, действительно очень гармонично сотрудничают друг с другом для достижения главной цели. Это инновационный подход в модернизации услуг Министерства населения. Это была структура. Теперь принципы. Первый принцип инновации – это бросать вызов статусу КО. Никогда не принимать оправдание того, что это всегда так работало. Всегда пытаться что-то изменить, что-то уучить, о чем-то подумать и постоянно задавать вопросы. Второй принцип – это клиентаориентированность. И тут важно понять, кто же наши клиенты. Скажем, в нашем конкретном случае клиентов довольно-таки много. Это прежде всего население, потому что как государственные служащие мы первичную роль оказываем в слуге населения. Это сотрудники судов, это система юриспруденции, это судьи, это адвокаты, которые представляют интересы своих клиентов. Это пресса, которая приходит, чтобы освещать некоторые заседания. Вот абсолютно для всех, все они считаются клиентами, как в частном бизнесе. И все они должны остаться довольными. Настолько, насколько это возможно, быть довольным, выходя из зала суда. Принцип, который, я бы сказал, не очень привычный, не очень легко его было принять в государственной структуре – это толерантность к осознанным и информированным рискам. Обычно, обычно госструктуры пытаются риски купировать, но если не делать ошибок, сложно учиться. Поэтому к определенному уровню рисков мы решили, что должны быть толерантны, если там теряется какое-то время, какие-то ресурсы. Плюсов от этого должно быть больше, чем минусов. То есть мы должны больше понять, научиться и в следующий раз сделать лучше. Но это нормальный процесс. Ошибаться можно, не поощряется, но можно. Все стейкхолдеры, естественно, со всеми вместе надо обсуждать, все открыто, как я уже говорил. Прототипирование и проверки концепции. Перед тем, как нырять в большой, длинный, дорогой, дорогущий проект, надо обязательно что-то попробовать в более меньшем размере. То есть прототипы, убедиться, что концепция работает на более маленьком количестве участников, на более маленьком количестве исков. И потом постепенно наращивать на основе этого уже саму основную систему. И опять-таки надо было принять, что структура в постоянном изменении, меняется время, меняется политическая ситуация, меняются подходы внутри министерства. Так что это вполне нормально, если эта структура в дальнейшем будет меняться в какую-то другую, переходя в более эффективную на данный отрезок времени. Что важно было создать для сотрудников инновационного офиса, это условия труда и нематериальная мотивация. Почему нематериальная? Потому что у госслужащих обычно зарплата, она как бы есть сетка, есть там вилка. Ни меньше, ни больше. И особенно материально там мотивирует. Невозможно бонусов, не выплачивается годовых. Соответственно, какие-то другие способы мотивации надо было применять. Плюс условия труда создать для того, чтобы просто людям было приятно и интересно работать. То есть, что мы делали? Награды, которые, ну, как, можно сказать, почетные грамоты, чуть побольше, с церемониями, с кубками и так далее, в правительстве это принято. Но у нас специальная группа по коммуникациям, которая еще и занялась тем, что они, и это люди, которые умеют хорошо писать, хорошо изъявлять свои мысли на бумаге. они работали над назначениями и аппликациями на все вот эти призы и конкурсы и награды внутри правительства и в результате довольно-таки хорошо получилось. Люди начали поощряться тем, что их работа признавалась и поощрялась руководством и коллегами. Гибкие рабочие условия. То есть, во-первых, это условия работы в офисе. В каждом офисе белые доски, на которых можно писать с фломастерами все что угодно. Мобильные компьютеры у всех и мобильные телефоны. То есть, работать можно как из офиса, так и из дома. И это было тоже разрешено не всю неделю, но какое-то количество дней в неделю можно работать не находясь физически в офисе. И это тоже очень помогало тем, что люди чувствуют доверие и людям просто приятно работать так, как им удобно, а не так, как их заставляет. Тут заголовок говорит сам о себе. Вертикаль власти это понятно. Система принятия решений. Почему контроль над финансами? Потому что финансы это важно. Потому что это первое то, на что обращает внимание аудит, когда приходит. Или там то, о чем спрашивает новое начальство, когда назначается. так что пару слов о том, как существующая, уже сложившаяся костенелая система, как она восприняла вот это новое тело, новую систему инновационного офиса и проектного офиса внутри нее. А фотографии тут финансовый центр. Система руководства проектами. Об этом я уже в начале сказал. Система руководства проектами она очень важная система. Иерархическая структура, которая позволяет правильно управлять проектами. То есть, как это у нас было сделано? Были созданы руководящие комитеты, в основном состоящие из трех частей. это бизнес, мы называем бизнесом, в данном случае, допустим, управление судов, то есть управление, которое занимается менеджментом судов. Это информационные технологии, потому что без них сейчас уже никуда, тем более мы занимаемся цифровой трансформацией услуг населения. И проектный офис, который все это сводит вместе и руководит этими проектами. Под руководящим комитете на уровне директоров по одному человеку представляются вот эти три подразделения. И они имеют право решать практически все вопросы, связанные с проектами. А работают над проектами рабочие группы, которые на уровень ниже и которые представлены теми же сами подразделениями, плюс остальные группы, которые помогают, которые я об этом попозже расскажу, которые предоставляют услуги вот рабочей группе. И тут очень важно еще сказать о роли спонсора, потому что спонсор это не только тот или та, кто подписывает, но и тот, кто снимает барьеры, который продвигает проект, который делит риск с проектной командой, который хвастается о достижениях, которые хоть и как бы очень высокопоставленные люди обычно, которые всегда приходят и общаются, поощряют сотрудников, чтобы им было приятно. Вот какие группы работают с проектными рабочими группами? Допустим, это группа по коммуникациям, которая не только пишет аппликации на призы, но они занимаются реально всеми коммуникациями, то есть, во-первых, они ответственны за коммуникационный план, за основные маркетинговые инструменты, которые связаны с внедрением проекта, они отвечают за переписку, особенно официальную переписку, все официальные уведомления, которые идут с одобрения юристов наших, которые адресованы населению, то есть, этим всем занимается отдельная группа, которая работает на все проекты, которые в данное время имплементируются внутри проектного офиса. это группа также специалистов по управлению изменениями, то есть, change management, которые отвечают за change management план каждого из проектов, которые внедряются в проектном офисе, и эти люди, они помогают нам, проектным менеджментам, правильно вести change management, менеджмент изменениями. Это группа по обучению сотрудников, то есть, это люди, которые специализируются на обучении взрослых людей, которые знают правильно, как надо обучать, скажем, сотрудников, когда внедряется новая система, чтобы не было отторжения, чтобы было бы все понято, какие ресурсы у них остаются после обучения, какими ресурсами они будут пользоваться, когда новый сотрудник будет нанят, допустим, через год, чтобы мог бы пользоваться той же системой. То есть, вот группа по обучению сотрудников и взрослых людей, это тоже специалисты, которые помогают проектным менеджерам правильно внедрять наши проекты. И еще есть такой у нас как бы опыт, то, что в проектный офис командируются или командироваются люди из судов, которые сидят вот там в этом окошке или которые работают непосредственно с студиями. То есть, люди с полей, они командируются в проектный офис, но обычно на 9 месяцев до полутора лет для того, чтобы, во-первых, это для них рост в карьере, как бы новая информация, новые навыки они приобретают. А для нас очень полезно работать с людьми, которые непосредственно делают то, что мы хотим как бы улучшить, изменить, в чем мы им хотим помочь. То есть, вот не надо будет каждый раз про телефон звонить и спрашивать, а как у вас то, а как у вас это. То есть, эти люди обычно по всем тем областям, с которыми мы работаем, по одному человеку, они представлены уже как наши сотрудники и это очень помогает. Все эти группы, они подключаются к проектам тогда, когда в них возникает потребность. То есть, это не постоянные члены рабочих групп, проектных рабочих групп, а проектные менеджеры их используют как ресурс, когда они нужны, когда в этом ресурсе возникает потребность. развитие проектного офиса. Естественно, реакция любой организации это нагрузить то подразделение, которое наиболее результативно. Мы начали запускать проекты, которые топтались на месте много лет и соответственно больше и больше проектов начало поручаться проектного офиса, потому что потому что это работает, потому что начало получаться. Увеличилось количество проектов в проектном офисе и вместе с этим естественно увеличиваются временно проекты, но также и временно отчеты на аудит, пресс-релизы писать, запросы отвечать. То есть, действительно, со временем становится степенно сложно. и так, я тут вижу есть вопросы. Давайте я зайду до конца секции и посмотрю, если вопросы есть, на которые могу прямо сейчас ответить. Если нет, тогда я их оставлю на конец. И система иерархии для выбора проектов, чтобы исключить перегрузку, была создана. Почему? Потому что действительно нельзя просто нагружать и перегружать работающую структуру, потому что можно ее сломать. Была система иерархии создана. Примерно иерархия была такая. Во-первых, по важности это ожидание потребностей пользователей, во-вторых, это потребности судебной системы, то есть, судей, как вед власти, на-третьем, это потребности сотрудников судов, которые работают с населением, потом идет влияние на операции, насколько это сильное изменение. И последним, но тоже важным, это является эффективность расходования финансовых средств. Система иерархии была создана для того, чтобы, если что-то добавляется в меню того, чем мы занимаемся, то что-то должно выйти, потому что нельзя безразмерно нагружать какое-то подразделение. перед этой секцией разрешите пару секунд, я посмотрю в чат какие тут вопросы. сравнение проектного управления в России и в Канаде, как они относятся, что востребовано, кто заказывает проекты, какие роли проектные в цене. насчет сравнения в России и в Канаде, я не очень хорошо осведомлен о деталях управления проектом в России, мы можем это в качестве диалога, я думаю, так будет более эффективно. Кто заказывает проекты, ну в данном случае это спонсор внутри министерства и как они выбирают какие проекты, вот по красной системе иерархии, которую я сказал, то есть идей их много. и естественно много людей, которые хотят всего достичь сразу, но вот выбор, он происходит именно смотря на ресурсы и решая то, что можно сделать и решаешь, а чего нельзя делать, потому что больше ресурсов не хватит. Но в основном министерстве это спонсор, у которого есть какие-то политические цели, потому что обычно, скажем, министр это должность избирательная у нас и они дают обещания своим избирателям, что то-то, то-то будет сделано и когда они приходят к власти, побеждают на основе вот этих своих, своего подхода и обещаний, эти обещания должны быть государственной службой уже притворены в жизни. Как оценивалась эффективность проектов и удовлетворенность клиентов? Об этом я в конце скажу. Как давно вы начали разворачивать PMO? Разворачивать PMO начали где-то лет 5-6 тому назад. Сколько по времени занял процесс, какие были цели, метрики и в какой мере они были достигнуты. Но процесс он до сих пор еще не закончен. То есть я думаю, что у этого процесса окончания такового нету и быть не может. Какие были цели? Цели были вот именно сдвинуть с места те проекты, которые много лет топтались на месте и это получилось. Целью было создать подразделение, которое скажем так в в хорошем смысле бюрократической системе начало бы двигать что-то, чтобы что-то начало получаться и это тоже было достигнуто. Метрик как таковых не было, ну то есть все, конечно, там считалось, количество проектов, количество денег, количество денег сэкономленность и все такое, но это не являлось целью. Как я сказал в данном случае, вот у нас цели они более социальные, то есть цель это глобальная цель, это оказание услуг населению и улучение доступа к правосудию. И все как бы затачивалось именно на эти цели, не было цели там сохранить, сэкономить деньги или там уволить какое-то количество сотрудников, ничего такого не было. Как в целом был воспринят ПМО, связанные с ним изменения в организации? Хороший вопрос. В начале я думаю можно сказать было такое какое-то недоверие, потом когда начало получаться пришло уважение. И в начале так как ПМО это все-таки проектные менеджеры, то есть у нас не было доступа к бизнесу, у нас не было доступа к знаниям. И в начале когда мы начали тревожить всех, то что а как это у вас, а давайте мы сделаем карту процесса, объясните что, а в чем проблема. Это тоже занимало время, ресурсы от других подразделений. я думаю в начале особенно энтузиазма с нами сотрудничать не было. Когда начали получать что получается, что работает, другие подразделения они уже начали работать с большим удовольствием. И сейчас я думаю что полностью интегрировано ПМО. Уважение надо заслужить, но цель опять-таки у всех одна сделать так, чтобы все работало. Поэтому когда люди видят, что это непростая трата времени, а это имеет полезные результаты, тогда это все начало работать хорошо. Работает ли ваша компания в каких-либо других секторах? Компания консультированная компания консультирует. В основном это государственные службы, проектный менеджмент в общем и обучение проектному менеджменту и помощь в организации проектного менеджмента в принципе в любом секторе. Министерство генерального прокурора, о котором я говорю, оно работает только в секторе доступа к правосудию в провинции Анталии. примеры проектов, которыми занимается проектный офис. примеры, допустим, вот мои два, о которых я говорил, это онлайнистки, когда надо подать суд на развод или надо подать суд на сахеда, который заборный там поставил, или там кредитная компания подает суд на гражданина, который не выплачивает кредит по кредитной карточке. Вот это все до того, как мы начали работать, было только распечатать, пойти там в суд, кокошку, встать в очередь, взять талончик, дождаться очереди, сдать. Сейчас это все делается онлайн. Вот, это одно портфолио проектов, которым мы занимаемся. То есть здесь много чего, цифровая трансформация, передача, это более детальные вещи, но, допустим, передача информации между полицией и судьей, когда речь идет о, допустим, о выходе под залог, когда эти вопросы должны решаться более-менее моментально. Есть проекты, вот я расскажу под конец, о том, о инновационном фонде, когда проекты, они выдвигаются самими сотрудниками, и там довольно-таки разнообразные проекты, некоторые из них довольно-таки интересные. До этого я сейчас дойду и расскажу. Дальше вопросы. Каким образом выделяются ресурсы на проекты с точки зрения балансировки между проектными работами и операционной деятельностью? как разрешаются конфликтами между проектами и МБАЕ? Есть четкое разграничение, операционная деятельность это, этим занимается бизнес, то есть этим занимается, допустим, управление судов, которое занимается управлением операцией, операциями в судах. проектные работы, они, именно каждый проект имеет свой отдельный бюджет. Бюджет на разработку, то есть это начинает там от discovery, потом бизнес-кейс, потом уже сами расходы, связанные с приобретением там айтишных каких-то технологий, с программированием, тренингом, если есть какие-то расходы на транспортировку людей, на маркетинг, печатные материалы, это все отдельный абсолютно бюджет, который является бюджетом проекта. Плюс к нему еще у нас есть бюджет на операционную деятельность. Первые два года этот бюджет он как бы на нас, то есть проектный офис он тратит деньги на внедение проекта, это одноразовые расходы, и на операционную деятельность в течение двух лет. Через два года эти расходы и в этом есть своя логика, чтобы мы были ближе к операционной деятельности и если возникают вопросы, они бы легче и быстрее разрешались, во-вторых, бизнесу, то есть управление какому-то, для которого мы это делаем, им тоже так комфортнее, и потом через два года, когда это уже 100% работает, это все передается вместе с бюджетом уже на бизнес, когда они уже продолжают платить за операционную деятельность сами. Ваша роль в проектном офисе и в целом инновационном подразделении, я об этом вначале немножко сказал, то есть роль любого старшего проектного менеджера в том, что во-первых, мы помогаем другим коллегам, во-вторых, мы развиваем проектный офис и работаем над постоянные изменения, обучение методологии, постоянные новые шаблоны и так далее. И плюс еще введем портфолио основных проектов. Правильно ли, что в данном случае все проекты имеют ограничения только по срокам, поставленным спонсорам, или имеют вместо другие ограничения? Ну, как бы треугольник никто не отменял, но и сроки, я бы не сказал, что сроки поставлены спонсором, то есть спонсором ставится задача, после которой у нас есть группа, которая занимается Discovery, которая в конце производит или уже бизнес-кейс, или что-то похожее на бизнес-кейс, которое потом дорабатывается проектным менеджером, и вот в бизнес-кейсе только проектная группа решает, сколько на достижение этой задачи понадобится денег, сколько для достижения этой задачи понадобится времени, и какой мы определяем скоп, что будет конкретно делаться. Вот когда вот это все три вместе утверждается руководящим комитетом, steering committee, вот тогда только у нас уже есть три четких ограничения. Это время, это бюджет, и что конкретно должно быть сделано. Если какое-то изменение происходит вот в одном из этих трех ограничений, то, естественно, это должно быть, прежде всего, руководящий комитет должен об этом знать, во-вторых, он должен это одобрить, и в-третьих, спонсор должен в этом тоже участвовать. Да, и ресурсы, так как это государная служба, в основном ресурсы это персонал, потому что это зарплата, которая платится людям. Какое количество, так, последний вопрос, после чего я продолжу презентацию. Какое количество человек работает в проектном офисе, какое количество проектов стартовал? В проектном офисе работает, постоянно меняется, сложно сказать, конкретное число, но порядка 15-20 людей. Какое количество проектов? Ну, примерно, ну, примерно 20. Но это и большие, и маленькие. я закрываю чат и продолжаю. Вернемся к нашей презентации. Несколько примеров адаптации проектных технологий и расскажу, как мы выбираем между Waterfall и Adial. На фотографии тут опять Снегарский водопад, вид со стороны Канады, как я говорю, с другой стороны, вот представьте, ничего не видно. Так что приглашаем. Так, что у нас немножко не канонично, это проектный менеджер, он привлекается к проекту еще до составления бизнес-кейса. То есть, вот бизнес-кейс он должен быть до того, как нанимается проектный менеджер. У нас немножко по-другому. Но это как бы такая вот деталь, которая просто работает у нас лучше, поэтому решили так. Постоянно обновляемый набор практик, шаблонов, чек-листов. Вот это тоже то, над чем каждый проектный менеджер работает. У нас есть специальные встречи, на которых мы встречаемся и решаем, как нам улучшить, допустим, те же самые шаблоны проектного плана или бюджет или расписание. Постоянно делимся опытом и постоянно учимся друг от друга, потому что структура такая интересная, что всегда есть что-то такое, что очень присуще, очень узко какой-то группе, или какие-то судьи что-то относятся у них специальные отношения к чему-то или сотрудники, и поэтому постоянный обмен информацией между проектными менеджерами, которые выливаются в обновление практики шаблонов, это полезно. Вот то, о чем я говорил, двухлетний цикл поддержки продуктов до их передачи бизнеса, то есть мы платим операционные расходы два года после того, как проект запускается, два финансовых года, и после этого только полностью передается это бизнесу. Так, тут кто-то микрофон свой если выключит, я вас слышу. Спасибо. Так, итерации, да, то есть вот это не agile, но мы решили, что каждая следующая итерация, каждый следующий виток, он добавляет объем и улучшает предыдущую, то есть вот это тот метод, которым мы разрабатываем портфолио из нескольких проектов, то есть сперва делается что-то маленькое, потом побольше, и в то время, как увеличивается скоп, то есть добавляются какие-то функции, да, которые можно, допустим, делать онлайн, мы возвращаемся, так как у нас обязательно есть еще одна группа поддержки, которая занимается usability testing, и на основе их рекомендаций мы уже меняем то, что было сделано, чтобы это было бы более user-friendly, начиная от того, какого цвета, какие кнопки там онлайн, и кончая тем, какие процессы в бизнесе, там, какой сотрудник, куда должен пойти, сколько времени тратить на то или на это, то есть абсолютно все постоянно возвращается и меняется на основе нашего опыта. инструменты отчетности о них меня тоже часто спрашивают, это такой онлайн инструмент, которому имеют доступ руководство и проектные менеджеры, они периодически раз в месяц обычно заполняются проектными менеджерами, которые показывают статус проекта, не очень много информации, в основном только основные контрольные точки и риски, какие есть бюджет, и есть у нас система поддержки, которая, во-первых, напоминает проектным менеджерам, когда и что надо делать и еще как бы люди, которые смотрят и на все заполненные проектными менеджерами документы, чтобы можно было бы их сравнивать, чтобы не было бы очень большого уровня деталей в одном проекте и отсутствия деталей в другом и после этого эта информация, она идет садиться в приборную панель, с которой можно большинство сотрудников министерства могут подойти и посмотреть на статус и ключевые результаты проектов, показывает здесь какие-либо отклонения по трем показателям бюджет, время и скоп и что делается и выделяет риски, которые выше уровня толерантности. Она работает на Power BI, отчетность заполняется на SharePoint, то есть ничего особенного там не используется специальных технологий для IT-технологий для проектного менеджмента, а все просто и легко. Выбор методологий естественно анализ среды, анализ бюджета, анализ рисков и да, есть специальный вопросник, который сравнивает риски от работы в Adjailis с того, что у нас будет положительного от работы в Adjailis. Мы еще думаем о том, насколько конкретная проектная команда или организация, если это подразделение более отдельное от нашего, насколько это применимо для них работать в Adjailis, потому что Adjail он не так уж и легок для людей, которые привыкли работать каким-то определенным образом. И оценивается насколько финансирование улучений в этой команде или этому спонсору более комфортно работать над этим. Насколько требования могут быть предсказуемы или наоборот непредсказуемы во времени. Какова цена ошибки? То есть, цена ошибки очень большая, то, скорее всего, мы откатываемся waterfall. Если она под контролем, если она ее можно контролировать, то тогда мы более склоняемся к Adjail. Да, это вот, если у нас есть премия, у нас есть премия, который сейчас. Да, время есть. Фонд инноваций был создан, краудсорсинговая платформа внутри министерства. Просто хочу рассказать о кейсе. Это такая платформа, к которой открывается доступ раз в два года, и все сотрудники, они могут подавать заявки, подавать свои идеи, поделиться своей идеей инновационной онлайн. И участие поощряется абсолютно на всех уровнях. И у нас были очень высокопоставленные сотрудники и даже самые обычные позиции, самые начальные позиции в начале карьеры, которые просто им приходят в голову, что было бы хорошо что-то изменить в том, что я делаю, или как я делаю, или как что-то делается. Эти заявки не требуют никакого одобрения со стороны руководства тех, кто подает заявку. Даже наоборот, их менеджеры обязаны их поощрять и предоставлять им время на то, чтобы они это разработали и подали. Нету бюджетных ограничений и в принципе на уровне идеи это даже и они не знают, во сколько это может обойтись по деньгам внедрение этой идеи. И после чего, когда уже прием заявок закрывается два тура голосованием онлайн, поэтому краудсорсинг опять и из довольно-таки большого количества выбирается не помню точное количество проектов, которые выбираются, но как бы лучи они подводятся черта и вот те, которые подали заявки, они уже подготавливают панельные презентации и презентация перед таким жюри, который выбирает проекты, которые будут финансироваться и предоставляться будет им проектный менеджер из проектного офиса, который будет вести эти проекты вместе с автором идей и всеми остальными людьми, которые станут впоследствии членами рабочей группы. Победители участвуют в проекте. То есть до того, как мы придем к вопросам, примеры вот этих проектов, они были, допустим, был один проект, которым убрали факсы из судов, потому что до этого были факсы и в контактах везде, то есть люди посылали факсы в суды, факсы отсылались из судов, то есть это все изменилось на то, что опять-таки это может быть факсом, но это делается через через МИЛ. Или, допустим, была интересная идея о therapy dogs, собаки черные, собаки, которые помогают психологически разгрузиться, потому что сотрудники судов, в уголовных судах, сотрудники, которые работают над кейсами, когда то, что они слышат и то, что они видят во время судов или во время работы, для них психику, для них была создана система, она до сих пор работает, когда вот эти собаки, они специальные лечебные собаки, их привозят в суды и они помогают психологически успокоиться тем сотрудникам, которые шокированы тем, что они видят, слышат в течение своей работы. Проектов много, проекты очень разные, и тут что хорошо, то, что на это есть отдельный бюджет, в инновационном офисе, который постоянно обновляется каждые два года, и тут хорошо, то, что люди подают свои идеи, и это все не получается, и все остаются довольными. Вот, ну все, дошли до вопросов, я посмотрю вопрос в чате, какие роли есть в проектном офисе. офисе, работают в проектном офисе, это в основном проектные менеджеры, то есть, старшие проектные менеджеры, консультанты по проектному менеджменту, есть просто проектные менеджеры, есть вот все те сотрудники групп поддержки, о которых я говорил, это специалисты по менеджменту изменений, это специалисты по коммуникациям, это специалисты по обучению взрослых людей, это специалисты по что еще там перечислил, это люди, которые имеют опыт работы на полях, которые передают этот опыт нам и сами в это же время учатся проектному менеджменту от нас, вот в основном роли такие, ну плюс еще чисто иерархические роли, это там менеджеры, руководители, директора и так далее. Как пообщаются инициаторы проекта в инновационном фонде, нет денег они не получают, это госслужащие, у которых зарплата, она определена законом, грамоты да, но не за то, что они, ну во-первых, если их проект был выбран, это уже считается поощрением, во-вторых, чисто морально, то, что твоя идея, она заработала там через какое-то время после внедрения, это тоже моральное поощрение, ну а потом проекты могут быть представлены на вот всевозможные есть призы, там лучший проектный офис, лучший проектный, менеджер, лучший проект, лучший, маленький проект, лучший, командный проект, и, естественно, если они это выиграют, то получают грамоты. Мусорные предложения и кто отбирает, голосуют все, и мусорные в принципе такие отбрасываются, те, которые набрали меньшее количество голосов онлайн, но вот из сотрудников, то есть сотрудников там у нас порядка 20 тысяч, те, которые собирают меньше, набирают меньшее голосов, они отсеиваются, не знаю, мусорные или нет, но если они не считаются важными, то ими не будут заниматься. А потом уже из случаях там какого-то количества уже более определенного идет уже выбор по тому, как они представляются, то есть презентации делаются и уже там жюри выбирает, это второй тур. Какую информационную систему управления проектами? Вот никакую. То есть каждый проектный менеджер для себя он использует, я использую Microsoft Project, потому что, ну просто потому, что у нас есть лицензия на все, что связано с офисом и Project можно использовать. А более как бы глобально, вот дашпорт и так далее, это, как я сказал, это обычный сайт на SharePoint для сбора информации Power BI, для того, чтобы ее отображать в виде панели. участвуют ли краудсорсинговые платформы граждане или только служащие министерства? Это только служащие министерства, но не только те, которые сидят в здании министерства, а еще и все сотрудники судов, все сотрудники, которые работают на систему, скажем так. Ну да, граждане не участвуют, граждане участвуют в другой краудсорсинговой платформе, которая уже на уровне правительства, как и администр делают, когда они каждый год разрабатывают проект бюджета на следующий год, вот тогда есть кралсорсинг ай-платформ, в которую каждый гражданин может подать какую-то идею. Но она не связана с тем конкретно инновативным фондом, о котором я вам рассказывал. Командировки сотрудников PMO изначально заказов план управления заинтересованными сторонами или это решение было принято в ходе итерации, потому что мы поняли, что у нас очень большой отсутствие информации по поводу того, как это делается на местах. Когда идет сбор информации от управления, которые пишут директивы и объясняют, как это должно делаться, это очень полезно, но это не означает то, что мы будем знать, как это конкретно делается. Есть еще понятие вариаций, есть такая фраза вариация, это диалог, потому что одно и то же, одна и та же директива может в разных местах абсолютно по-разному восприниматься и исполняться. Поэтому информация с мест, она для нас тоже очень важна. Когда пришло это осознание, тогда была разработана вот эта вот система, когда сотрудники командируются в PMO на какое-то время и как раз был вот такой хороший баланс тогда найден, то что, а что тогда им, да, за это, то есть, а им за это то, что у них это возможность карьерного роста и обычно они это очень ценят. Требуется ли для работы в PMO юридическое образование? Нет, не требуется. Это самая большая группа в министерстве не юристов, которые работают вместе. Юридическое образование не требуется, но в каждом, ну, в почти каждом проекте обязательно есть юрист, который из соответственных управлений, которые обеспечивают юридическую часть работы проекта. То есть, я никогда ничего, никаких решений не принимаю без того, как юрист это не посмотрит и не посоветует, что там надо делать. инициаторы проектов участвуют в реализации проекта. Да, инициаторы проекта, которые по этой краудсорсинговой программе Innovation Fund, которая аббревиация IF, как бы ИФ, читай, то есть если. Такой вот смысл. Если бы это получилось. Когда у них это получается, тогда да, они участвуют в реализации проекта. А проекты, которые основные, которые спонсоры спускаются, тогда уже над этим работает проектная группа. По каким критериям оценивалась эффективность предложений? Вот по тем же критериям, что и когда я рассказывал о... Сейчас найду подсказку. Когда я рассказывал о том, что проектный офис, когда начали перегружать работы, и когда надо было разработать какую-то систему иерархии в выборе проектов, которые, если они важны, то они снизу выталкивают уже менее важные. Критерии это ожидание потребностей пользователей, то есть населения гражданин, потребности судебной системы, это судьи, это потребности сотрудников судов и влияние на операции и после этого только эффективность расходования средств. Вот это иерархия критерий, по которым эффективность предложений была оценена, но на втором этапе, когда уже были презентации перед жюри. На первом этапе это просто голосование краудсорсов. Какова карьерная лестница шаги развития проектного специалиста в госструктурах, Канады? Хороший вопрос. В принципе, это стать проектным менеджером. Должности они по-разному называются, но по идее это младший проектный менеджер, просто проектный менеджер, senior проектный менеджер, после чего можно пойти в менеджмент, но менеджмент это немножко другое, это же управление людьми больше, чем управление проектами. А карьерная лестница еще параллельно тому, чем ты занимаешься, в госслужбе есть понятие уровней, то есть по карьерных уровням, независимо от того, ты проектный менеджер, юрист, специалист в чем-то другом. Там уже она та же самая, как и для всех остальных госслужащих. Карьерная лестница это уровни госслужбы, скажем так, и соответственно к этому привязана и зарплата. Каким образом осуществляется сбор фактических данных по производительности проекта, использование бюджета, прогресс по задачам и так далее. Этим занимается проектный менеджер, использование бюджета проектный менеджер получает те расходы которые или инвойсы на те расходы, которые проект делает и проект менеджер должен поддерживать бюджет. Мы получаем инвойсы в основном от IT, самые большие расходы, инвойсы от переводчиков, потому что все, что у нас идет онлайн, должно быть на английском и на французском. Инвойсы от других расходов по командировкам, по поездкам, по печатным материалам, маркетингу цифровому и так далее. И каждые три месяца, то есть каждый квартал эта информация вбивается в тот отчетный инструмент, который потом введен на панели. Прогресс по задачам. Там идут контрольные точки и milestones, и опять-таки они привязаны к каким-то конкретным определенным датам. По-моему, отклонение в десять дней уже меняет цвет, становится из зеленого в желтый, и надо объяснить, почему. Но этим всем занимается сбором этих данных, занимается проектный менеджер конкретно по своим проектам. Последний вопрос. Аудит. Кто и на основании каких требований проводит аудит вашей деятельности? какие замечательные рекомендации по результатам помните? По какому принципу нужно что-то там. Тут два вопроса. Про аудит. Кто на основании каких требований? Существует внутренний аудит в министерстве, существует аудит в правительстве, и они сами выбирают когда и что они хотят проверить. У нас есть директивы, что мы должны с ними полностью сотрудничать, предоставлять информацию. По закону нельзя стирать имейлы, которые ты получаешь. Абсолютно все должно быть предоставлено. Я не могу сказать по каким критериям делается выбор того, что нужно аудитить, но видимо они какие-то есть. Какие замечания и рекомендации? Я сейчас не стал вдаваться в эти подробности, потому что они были более проектно ориентированы, то есть на конкретный проект. Я бы не сказал, что замечания какие-либо относились к системе управления проектом. Это скорее всего по конкретному проекту что-то было. Но рекомендации всегда приветствуются и в принципе я считаю аудит очень полезным занятием, потому что никогда не мешает понять лишние пары глаз на проект, который может посоветовать что-то из своего опыта и как-то помочь тебе. Члены команд проектов, что происходит с командой по завершению проекта, по какому принципу они трудоустроены или подрядчики. В основном подрядчики привлекаются тогда, когда существующих ресурсов или недостаточно, или у них нету тех навыков знаний, которые необходимы. Если подрядчики, то там идет довольно-таки сложный процесс тендеров, которые государственные структуры, я думаю, вы знаете, как это происходит. Примерно то же самое и здесь. А в основном проектные менеджеры и группы поддержки это проектный офис и инновационный офис, а представители бизнеса и IT это подразделения, которые тоже принадлежат министерству. И это все люди, у них есть своя основная работа, кроме проектов менеджеров. Скажем, те же самые юристы, которые в моем проекте работают, у них есть самая основная работа, которой они занимаются, а какое-то время они должны проводить с проектом на то время, пока этот проект будет внедряться. Сколько проектов ведет один проектный менеджер? Зависит от уровня и от того, кто этот проектный менеджер, в В среднем, я бы сказал, 2-3, если очень большие, то 1-2, если более, скажем, те, которые инновационный фонд, это более такие маленькие проекты по времени, по ресурсам, тогда, может, и 3-4. Какие сложности есть в настоящий момент? Я бы не сказал, что сложности, они привязаны к моменту, я думаю, что это просто процесс развития, как я сказал, процесс создания проекта, ну и все, никогда не останавливается. Есть какие-то этапы, шаги, которые мы должны преодолеть, общая терминология, общая методология и так далее. Когда уже это все достигается, дальше все равно развитие не останавливается. И вот сложности, они в преодолении повседневных вопросов, которые возникают, плюс сложности в том, чтобы не остановить развитие, не подумать, что ты уже все знаешь. Сложности в том, чтобы постоянно делать то, что ты делаешь, лучше и лучше. Штрафные санкции или какие-то другие инструменты наказания? Нет, такого не существует, разве что, если это подрядчики, которые там выиграли тендер, был подписан контракт, и в нем предусматриваются какие-то штрафные санкции. Но санкции к сотрудникам или к членам проектных команд такого не существует. Какие завершенные проекты больше всего любите, приятно вспоминать, какие проекты сейчас ведете? Проект по оплате автомобильных штрафов в онлайне, вместо того, чтобы идти в суд и давать кредитную карточку в окошко, чтобы это можно было бы сделать онлайн. Был веселый проект, я очень много чего узнал о том, как работает полиция, особенно те, которые занимаются патрулированием дорог. Проекты в области правосудия, они очень интересные. Всегда что-то новое узнаешь от юристов. Сейчас веду проект по онлайн-разводам, проект по онлайн-клеймам в области гражданского права. И все, что с этим связано. Там есть другие проекты по платежам, есть проекты по идентификации, есть проект по тому, чтобы определить, кто тот человек, который сидит по ту сторону компьютера, тот ли это человек, которому даны полномочия выступать от его имени. То есть там есть маленькие проекты, которые пока еще в области дискавера, которые еще только изучаются, как можно их сделать. Это все очень интересные проекты. Всех приятно вспоминать. На данный момент последний вопрос. Какие сертификаты образования требуются проектному менеджеру? Скажем так, когда нанимаются проектные менеджеры, внимание идет на опыт. Какого-то определенного диплома или каких-то сертификатов не требуется показать, когда ты идешь на интервью или подаешь на позицию проектного менеджера. PMP – это приятное дополнение, это считается нормой. Скорее, если у тебя нет PMP, то тогда возникнет вопрос, а почему нет? Ну, это не необходимое, то есть не является необходимым требованием. И образование тоже. То есть в основном требуется просто опыт работы в проектном офисе или опыт работы проектного менеджера и все. Так, спасибо за интересную презентацию. Да, конечно, можно установить со мной контакт в LinkedIn, меня можно найти по имени и фамилии, как есть. И тут вот контакты. Если будут какие-то вопросы, то, пожалуйста, спасибо, прежде всего, тем, кто досмотрел, досидел до конца. Спасибо тем, кто будет потом смотреть это в записи. Большое спасибо Дине и Антону за организацию всего этого. И, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, можете писать на e-mail, можете стучаться в WhatsApp. Вот на этом слайде все мои контакты предоставлены. Да, я тут вижу, Антон в чате написал код для получения PDU. Можете его из чата скопировать, сохранить у себя, чтобы получить PDU за этот вебинар. Да, большое спасибо, Александр. Спасибо большое всем участникам. Запись данного вебинара вы также сможете посмотреть на сайте московского отделения PMI. И PDU вот я сейчас скинул в чат. Пожалуйста, копируйте. Спасибо. Спасибо. Я отключаюсь. Спасибо. 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 Спасибо.